Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули в прошлом мукбанке. Было много комментариев, люди просили микрофон чуть подальше разместить. В этом видео я учла ваши желания, и теперь микрофон у нас немножко дальше от меня, чем был раньше. Итак, что у нас на сегодня? У нас манты, креветочки мои любимые, вот такие королевские. Давайте вот так вот вам покажу. Очень аппетитно, я обожаю креветочки. Буду их чистить немножечко за кадром, чтобы видео не было настолько длинным. Обожаю креветки. Так, дальше у нас здесь сметанка, лучок. Последнее время очень полюбила рис, поэтому у нас здесь рис, и приготовила его так же, как готовится он в роллах. Чисто по этому рецепту получается безумно вкусно. Здесь у нас креветка и мидия. Также очень люблю ледиску. Приятного аппетита всем, кто кушает. Как я люблю креветки. Вот эти креветки мы, кстати, купили не в супермаркете, а съездили с мамой на базар. И там они намного дешевле, чем в супермаркетах. Продают, еще плюс в супермаркетах. Продаются льдом. То есть, например, ты покупаешь 500 грамм креветок, а 500 грамм на сколько стоит? Я вам напишу цену за килограмм. Еще плюс. Вот эти креветки в основном состоят из льда. Сегодня утром был дождик. Льет как из ведра. Вы знаете, у меня возникла такая идея. Причем резко, когда я уже все подготовила. На улице был дождик. Вот я вычищаю все. Я думаю, в дождик. Очень классно было бы снять мукпанг в машине. Это было бы очень атмосферно. Тем более, у меня сейчас машина стоит в таком месте. Где особо люди не проходят. Но для этого свет очень классно падает на машину. Поэтому, как только будет дождик, хочу для вас снять видео. Наверное, такой стол в машине сделать не получится, к сожалению. Придется что-то более-менее простое. Это будет либо роллы, либо, наверное, шурма какая-нибудь. Немножечко лимона. Причем, я хочу снять это видео именно, когда будет дождик. Я думаю, будет очень атмосферно. Как вам идея? Обязательно пишите в комментариях. Впервые буду пробовать вот такие миди. Обычно мы с вами покупали, точнее заказывали крупные. Очень вкусно. Крупных нигде нет. Я натыкаюсь на мукбанки. И мне очень не нравится, когда мукбанкер, например, сидит и снимает видео. То и вокруг то муж зайдет в комнату, то еще какие-то посторонние звуки, то телевизор, то дети. Я люблю, когда полнейшая тишина, еда, я и вы. Ну, предпочтения у всех, конечно, разные. Я думаю, очень атмосферно будет еще и в машине снять. Правда, боюсь, что внизу сразу подписчики подойдут. Потому что на моем азербайджанском канале уже стукнуло 100 тысяч, как я вам говорила. И мне пришла серебряная кнопка в новом дизайне. Когда мне пришло поздравление, мне там написали, что кнопка будет новая в новом дизайне. Я думала, будет вообще кардинально что-то новое. И прям с нетерпением ее ждала. А потом, как оказалось, это та же самая кнопка, просто размером чуть-чуть поменьше. То есть то же самое. Я сразу, смотрите, вычищаю, что вы мне потом не писали. Просто эти моменты, где я вычищаю, буду вырезать. Так, мы с вами продолжаем. Вот здесь у нас медиа. Хотела вам поближе показать, но что-то камера не фокусируется. Точнее, у меня на камере стоит режим, что фокусировка только на лице. И, следовательно, из-за того, что у меня увеличивается число подписчиков, плюс в Азербайджане небольшое население, меня везде узнают. И это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, так необычно, потому что раньше у меня всегда была аудитория из разных стран СНГ. И меня настолько не узнавали. А сейчас для меня как-то в новинку. Так много людей ко мне подходят, меня узнают, и все дела. Очень приятно, на самом деле. Иногда, конечно, не вовремя. Я в ужасном состоянии. Как бомжиха вышла на улицу. И все. Сразу пять подписчиц увижу обязательно. Мне вот, например, надо на лазерную эпиляцию сходить. На лазер обязательно нужно без макияжа идти. Плюс еще, когда ты обратно возвращаешься с лазера, у тебя лицо все красное. Я думаю, как бы никого не встретить. То есть раньше просто у меня такого не было. Это очень круто. Население Азербайджана, это всего 10 миллионов человек. Если, например, у меня будет миллион подписчиков, то вы просто представьте, что каждый десятый это мой подписчик. А еще есть люди, которые просто натыкались на меня. Видели меня, но не подписаны. Если в дальнейшем у меня будет миллион подписчиков, дай бог, когда-нибудь будет. Давайте просто помечтаем. Я в это искренне верю. Я в это искренне верю. Я на эту тему визуализирую. Ну, просто здесь на минутку представить. Недавно 100 тысяч стукнуло. А сейчас у меня уже 109. Если такими темпами будет все это дело развиваться, я думаю, что свою мечту я спокойно смогу воплотить в жизнь. Мне все пишут и пишут. Забивают меня в смысле с толку. Короче, вот такие вот дела. Музыка. Очень вкусно. Вчера у нас были гости. Моя подружка, с которой мы очень давно не виделись. Мы с ней раньше работали вместе. И поначалу, когда впервые друг друга увидели, мы прям возненавидели друг друга, но затем стали подружками. И уже очень давно не виделись. Реально уже. В последнее время вообще не выхожу из дома. И она пришла к нам в гости. И она очень не любит животных. Вообще у нее антипатия. И каждый раз, когда она к нам приходит, я просто Твиксика запираю в этой комнате. Он начинает мяукать и вообще старается выбраться отсюда. Любыми законными и незаконными путями. И он своими ноготочками, хотя Твиксик не такой, поцарапал здесь дверь. Это хорошо, что пока что мама не видела. Потому что мама говорила, зачем ты его запираешь? А я ей объясняю, что наш комфорт не должен служить кому-то дискомфортом. Есть люди, например, которые не любят детей. И таким людям, например, показывать там часовое видео с утренника вашего ребенка нету никакого смысла. То же самое касательно животных. Никто не обязан любить ваше домашнее животное. Никто не обязан любить животных так же, как любите вы. То же самое касательно детей. В моем последнем влоге я сказала о том, что в некоторых заведениях дети ведут себя просто очень громко, и это раздражает. И сразу все накинулись на меня. Но на самом деле нужно просто с пониманием, с уважением относиться к границам разных людей. Например, вот моя подружка не любит животных. Я заперла Твиксика. Она не обязана любить моего кота. Никто не обязан любить ваших детей. Ее просто в детстве уличная собака покусала, и после этого у человека просто осталась травма. Она вообще не переносит. Меря не знает, что она жестоко обращается с животными. Он просто обходит их стороной, и все. Например, на улице видит, обходит. Мне казалось бы, просто собака покусала, а у нее вот травма осталась даже по отношению к хомякам, даже к кошечкам и ко всему остальному. Я животных очень люблю. Но, опять же, каких-то экзотических я тоже боюсь. Вчера лазила. Увидела в тиктоке, как один мужчина дома держит змею. Это меня настолько впечатлило, что я посередине ночи проснулась и думаю, блин, где-то здесь змея. Давайте еще последний. Кстати, рецепты на манты я вам оставлю. Кому интересно, переходите, смотрите на мамином канале. Рецепт, по-моему, должен быть. Я забыла пробовать. Я вам хочу сказать огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, неважно, позитивное или негативное. На самом деле, не в каждом видео я прошу вас подписаться, но именно в тех видео, где я говорю это, в этот день на меня подписывается где-то 700 человек. А когда я не говорю, никто не подписывается. Я вынуждена выпрашивать у вас, так что, пожалуйста, подписывайтесь. На этом все. Всех люблю, целую. Пока.